М1 Глобал Первое, хочу поздравить жителей города Орла с их освобождением, также я с Белгорода, у нас тоже 5 августа праздник, тоже город первого салюта, хочу поздравить белгородцев тоже с этим праздником, желаю здоровья, чтобы все занимались спортом, никто не пил, не курил, ходили в спортзалы. Ты говоришь, что смог себе позволить работать в спокойном темпе с Марой, расскажи, какая была тактика на бой и что можешь сказать о сопернике, как представлялся этот бой? Тактика такая была, работать на дистанции, немножко раздергивать, просто особо что-то не получалось, потому что он постоянно шел назад, 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 как бы мне не получалось его догнать. За счет этого приходилось чаще бить ногами, в принципе, что не планировал, хотел на руках раздергать. Ну, и в принципе, вот так два раунда последних отработал, что в конце раунда переводил в партер. Так и планировал, просто поработать на очки, поработать три раунда, продышаться. Болельщики, мы не видели тебя давно на ринге в М1, расскажи, с чем был связан такой перерыв, почему так было? У меня было очень много травм накопилось, где-то полгода, даже больше немного восстанавливался, вот, лечился, вот, был такой кризис небольшой. Вот, ну, после этого, в принципе, уже на чемпионате России по боевому самому выступал, на чемпионате Европы ездил, вот. Просто, ну, два раза в Сарамоскове дрался на остальной битве, вот, ну, сейчас пришла очередь выставить на М1. И это не просто бой, а, как сказать, претендентский за право сразиться с чемпионом, да, с Стефаном Пюцем. Расскажи, вот, как ты ждешь этого боя, хотел бы его провести, какие мысли у тебя на это счет? Ну, вообще, желание есть провести этот бой. Я вообще думал, что в Орле будет у меня бой с Стефаном Пюцем. Так вышло, что не получился бой, вот, пришлось драться с Марой Переком. Ну, Марой тоже очень опытный боец, крепкий физически. Надеюсь, что будет следующий бой с Стефаном, и думаю, надеюсь, хорошенько подготовиться, чтобы показать достойный бой. А как, как, знаешь ли ты примерную дату, когда бы он мог пройти, как предлагали ли тебе? Нет, вообще не знаю, как бы не обговаривать мне ничего. Но я стараюсь заранее ничего не планировать, потому что какие-то... Ну, обычно запланируешь, а потом все срывается, не получается. Ну, посмотрим. И тогда, сейчас, после этого боя, ты будешь отдыхать или продолжишь свою подготовку? Сейчас Федор Миляненко будет в Асколе, да, проводить сбор. Будешь ли ты в нем участвовать, не будешь отдыхать? Я, наверное, не буду участвовать, потому что я уже долго без отдыха тренировался, вот, и уже чувствую, тоже накопилась усталость, надо отдыхнуть, съездить. Сейчас планирую взять семью свою и поехать в Крым отдыхнуть недели на три, поддержать крымчан. В какой город, где смогут тебя встретить? Не знаю даже. Ну, поеду, я на машине поеду. Вот, поэтому посмотрим, где понравится, там остановимся. Так ничего не бронировали. Спасибо большое за интервью. Как проходила твоя подготовка? Может, поделишься, там, кто помогал, кто участвовал, спарринг-партнеры? Ну, вообще, подготовка проходила два этапа. Первый этап мы ездили в Кословодск на три недели, там работали на физику, на выносливость. Вот, после этого приехали в Староцком, уже подводка была в Старом Осколе. Мне помогали готовиться, во-первых, брат мой, Вадим, Сидельников Кирилл, Дмитрий Самойлов, Артур Астахов, Николай Алексахин. Ну, очень много. У нас команда большая, у нас в команде полутяжи, полутяжи очень много, поэтому, ну, есть с кем поработать. Проблем в этом нет. Уверен, очень много зрителей, болельщиков ждали твоего возвращения. Может быть, несколько слов для них, кто смотрит и болеет за тебя? Ну, мне очень приятно, что меня поддерживают всегда, во всех городах. И я думаю, что еще подеремся, порадуем болельщиков красивыми боями. Главное, чтобы вы нас поддерживали, ну, и аплодировали, поддерживали на трибунах. И вообще, все до вас. Спасибо, спасибо большое. Хочу передать жене привет своим детям. Я их очень люблю, уже соскучился, давно дома не был. Ну, и приеду, поедем отдыхать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.